МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На РБК УФА время самой актуальной информации. Мы вещаем за теле Шаратон-Плаза. С вами Маргарита Гафарова. Здравствуйте. В Башкортостане откроют небо для беспилотников массой свыше 30 кг. Для этого в регионе планируется установить экспериментальный правовой режим. Инициативу уже поддержала Минэкономразвитие страны на очереди рассмотрения заявки федеральным Кабминам. В случае одобрения режим начнет действовать со следующего по 2026 год. Беспилотники будут оказывать услуги для Почты России, Газпрома, МВД, МЧС, агрохолдингов, лесничеств и лесозаготовительных предприятий. Их эксплуатацией займутся 4 московские компании. Выручка участников эксперимента за 3 года может составить 10 млрд. рублей. Чистая прибыль 3,5 млрд. В бюджет в виде налогов поступит свыше 1 млрд. Особый правовой режим является неотъемлемой частью проекта создания отрасли беспилотной гражданской авиации. Согласно этому проекту, объем частных инвестиций в этот сегмент к 2030 году составит 6 млрд. рублей. Нашу инициативу «Минэкономразвитие России» поддержали. В перспективе это позволит задействовать беспилотники в перевозке грузов, проведении аэрофотосъемок, сельхозяйственных, авиахимических работах и очень множество направлений. Мы также занимаемся развитием беспилотной авиации. Планируем наладить серийный выпуск беспилотных авиационных систем на базе вертолетной техники на собственной силовой установке. На сегодняшний день специальный правовой режим гражданской беспилотной авиации действует в нескольких регионах страны. В Башкортостане его расширят. По словам экспертов, после снятия ограничений для беспилотников стоимость доставки грузов снизится более чем в полтора раза. Кроме того, снизятся пробки на дорогах. 111 млн. рублей долгов по заработной плате выплатили работодатели республики с начала года. Расчет получили работники 52 организаций, сообщили в Минтруда. В этом году межведомственная комиссия провела 16 заседаний по вопросам снижения неформальной занятости населения и своевременной выплаты зарплаты. В них приняли участие 72 организации-должника. 31 из них уже погасили задолженность перед своими сотрудниками на 92 млн. рублей. Так, на очередном заседании представители проектного бюро по обустройству нефтяных и газовых месторождений и Шимбайской добровольной пожарной команды сообщили, что полностью выдали сотрудникам жалование. В компании ОСС заявили, что погасит долг до конца этой недели. В Башкортостане золото добывающие компании нанесли ущерб на 1,5 млрд. рублей за последние два года. Об этом сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров. В регионе действует 670 лицензий федерального уровня на пользование недрами. 64 из них на добычу золота. Все они выданы на разработку месторождений в Зауралье. Некоторые недропользователи нарушают условия лицензии и отказываются добровольно рекультивировать земли. Мы проинформировали федеральное агентство о недропользовании о нарушениях в работе золотарей на Баймасском и Училинском районах. Важно, что комиссия Роснедр начнет процедуру лишения их лицензии. Остро стоит вопрос о рекультивации нарушенных земель. Мы ведем претензионную работу в отношении тех недропользователей, которые не проводят рекультивацию участков. Правительство республики направило в Роснедра предложение о внесении изменений в закон о недрах. Если их примут, то до получения федеральной лицензии предприятия должны будут получить согласие на разработку участка от его владельца и местных властей. Роснедра разделяет такую позицию и сейчас разрабатывает механизмы, которые будут учитывать мнение региональных властей при выдаче лицензий. Так как зачастую регион обладает лучшим видением ситуации на месте, какие объекты целесообразно предоставлять в пользование, какие территории должны быть закрыты для лицензирования по экологическим и социальным причинам. В связи с этим в настоящее время сформированы механизмы учета мнений региональных властей при формировании объектов лицензирования. Ранее госсобрание предложило запретить зарубежным компаниям пользоваться недрами республики. Для этого инвесторы должны будут зарегистрировать юрлицо на территории страны. Полисы ОСАГО в Башкортостане подорожали в среднем на 10% с 6200 рублей до 6800. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков. Среди регионов-лидеров по числу автовладельцев средняя премия выросла за неделю на 9-15%. В Москве на 9% с 11 тысяч до 12 тысяч рублей. В Московской области на 15%. В Санкт-Петербурге на 14%. В Краснодарском крае на 10%. Башкортостан в рейтинге на пятом месте. С учетом той ситуации, которая возникла на рынке запасных частей, которая явилась в общем-то катализатором вот этой истории с расширением тарифного коридора, о чем Иван Красинь неоднократно говорил о своей мотивации, к чему это делается, то в общем-то этот рост, можно сказать, существенно ниже, чем по некоторым регионам, потому что наблюдаются отдельные регионы, где он составит там и 20, и даже больше процентов. Рост цен в справочниках, которыми сейчас пользуются страховщики при расчете выплат по ОСАГО, составил около 30% по сравнению с началом лета. Средняя выплата по обязательной автогражданке уже в июле достигла более 80 тысяч рублей. Двух жительниц Салавата обвиняют в хищении более 4 миллионов рублей бюджетных средств. Преступление выявили в ходе внутренней проверки регионального управления вне ведомственной охраны Росгвардии при взаимодействии со Следственным комитетом и Республиканским управлением ФСБ. Обвинение предъявлено бывшему главному бухгалтеру и экс-начальнику финансово-экономического отделения организации. По версии следствия, они с 2017 по 2021 год, используя систему интернет-банкинга, систематически похищали деньги, тратили их по своему усмотрению. Используя свое служебное положение, совершили хищение бюджетных денежных средств из фонда заработной платы ведомства. На основании поддельных платежных распоряжений они перечислили более 4 миллионов 400 тысяч на расчетные счета своих родственников. Обвиняемые свою вину не признали. Для возмещения причиненного ущерба на их имущество наложен арест. Сейчас следователи собирают доказательства по делу, устанавливают причины и условия, способствовавшие совершению преступления. У меня все к этому часу. Оставайтесь на РБК.